В преддверии 230-летнего юбилея ректора и строителя Казанского университета, великого математика Николая Ивановича Лобачевского, невозможно не вспомнить о том, как ученый вошел в историю России и мировой науки. Имя Лобачевского известно всему миру. Он прославился в области математики как революционер в науке и коперник геометрии. Николай Лобачевский решил проблему, над которой человечество бесплодно билось более двух тысяч лет. Ему было всего 34 года, когда он решил многовековые вопросы пятого постулата из начала Евклида и построил свою неевклидовую геометрию. Геометрия Лобачевского описывает не плоское пространство, как геометрия Евклида. Наилучшими моделями такого пространства являются геометрические тела, похожие на воронку и седло. Поэтому геометрия Лобачевского может применяться только по отношению к миру с искривленным пространством. Главное отличие геометрии Лобачевского от геометрии Евклида в пятом постулате о параллельных прямых. Пятый постулат геометрии Лобачевского утверждает, что если на плоскости лежат прямая и точка, то через эту точку можно провести хотя бы две прямые, не пересекающиеся с первой прямой. А в геометрии Евклида через точку можно провести только одну единственную прямую. Таким образом, неевклидовая геометрия допускает, что на одной плоскости может находиться сразу несколько прямых линий, не пересекающихся друг с другом. Классический школьный курс подразумевает изучение эвклидовой геометрии, которая является основой практически во всем мире, а геометрию Лобачевского используют лишь при решении узкого круга задач. Часто люди знают лишь эту сторону его жизни и даже не подозревают о том, что Лобачевский в течение 40 лет преподавал в Казанском университете, в том числе 19 лет руководил им в должности ректора. Его умелое руководство способствовало тому, что университет вошел в число передовых российских учебных заведений. При Николае Лобачевском коренным образом изменилась научно-педагогическая жизнь университета, были основаны и получили развитие научной школы, внесшие крупный вклад в отечественную и мировую наук. С именем Лобачевского связано создание в Казанском федеральном университете восточного разряда, деление на две кафедры восточных языков – арабско-персидскую и турецко-татарскую. Именно при Николае Лобачевском делаются попытки создать при университете азиатский и восточный институт, российский центр изучения народов Востока, их истории и культуры, печатный орган, где публиковались бы исследования по вопросам лингвистики, истории и географии Востока, переводы ранее неизвестных рукописей. Справедливо, что 30-е и 40-е годы 19-го столетия в истории Казанского университета называются эпохой Лобачевского. Ведь во многом только благодаря его неистащимой деятельности, громадному авторитету ученого и администратора, Казанский университет превратился в один из центров российской науки и образования. Алина Красильникова, Универньюз.